Приветствую, друзья! Вот эту картину мы должны дорисовать вместе и превратить из этого безобразия, образно говоря, в шедевр. Подключайтесь в коллективный разум. Я вам там кое-что расскажу. Потому что я, например, был на разных симпозиумах международных таких. Например, арт-терапии, и там мои доклады. Вот это второй международный симпозиум арт-терапии. Я делал также разные изобретения и вас научил в райской группе создавать изобретения и раскрывать творческие качества. Потому что мы все творцы. Всякие патенты, изобретения и так далее. И также часть метода «Ключ» стоит в учебнике по физкультуре профессора Матвеева для 10-11 классов. И мой сын, Ален Алиев, Ален Алиев, писал книжки «Я управляю собой». Когда он делал работы в гимназии, это много-много лет уже прошло. А теперь подключайтесь в коллективный разум. Мы вместе делаем шедевры. Пишите комменты, вопросы и советы. Что убавить, что прибавить, чтобы получилось произведение. Итак, друзья, начинаем. О, самое главное, это глаза. Это глаза, чтобы были прекрасные глаза. Чтобы там было все видно. Чтобы взгляд был виден. Какой, видите, интересный, да? А вот теперь я вам кое-что скажу важное. Видите руки? Это же у нас левитационные приемы. Приемы левитации идеомоторные, идеорефлекторные. Которые отличаются от обычных механических движений. И когда мы, например, в ритме бега или танца входим в автоматизм действия. Или, например, подбираем действие, чтобы пошло на автомат. Вот этот переход в автоматизм называется по-другому квантовый переход. А на самом деле триггерный переход. По физиологии мозга, как говорила профессора Ладжалова, когда человек входит в гипнотическое состояние, у него возникает триггерный переход. А в данном случае мы обучаемся управлять своим состоянием сами, без всякого гипнотизера. И вот здесь, друзья, очень важно, чтобы вы начали подсказывать, и мы сделали что-то необыкновенное. А мы это необыкновенно и сделаем, потому что здесь мы все в коллективном разуме такими комментами, лайками, вопросами под роликом обучаемся создавать ответы на волнующие человека и здесь, и сейчас, и вообще, в любой момент жизни вопросы. Глобальные вопросы человека и человечества. Я, например, занимаюсь, как сократить кризисы и войны на планете и потребность в лекарствах. Но очень много-много людей, которые не понимают это, потому что они находятся во власти различных фармацевтических компаний, различных манипуляций, манипуляторов, которым выгодно делать свое продвижение и бизнес, и деньги именно на эксплуатации слабостей человека, а не на усиление его сильных сторон. А сильные стороны – это то, что заложено нам природой. Это наши способности. И человек бывает счастлив, когда он их раскрывает. Когда он их раскрывает. И скажите, пожалуйста, и напишите мне это под роликом, что для вас важнее – сделать изобретение? или для вас важнее – любовь или красивая девушка? И вот оказывается, слушайте внимательно, когда вы засыпаете, просыпаетесь, думаете об этом, что для вас важно. Это вам может и присниться, а это может быть и открыться, и открыться для вас может быть и новое. Вот именно в чем дело. Смотрите, дробное погружение в нулевое состояние, выход из него. Нулевое состояние – это состояние глубокой душевной безмятежности. Погружение и выход из него несколько раз рождают произведение. Но потом мы об этом будем говорить подробнее. Итак, друзья, давайте советы. Давайте сделаем глаза прекрасными или заинтересованными. А вы пока подумайте, напишите мне комменты, а я сейчас возьму краску. Мне обещали краски прислать, мои друзья. Да, такие краски будем вместе рисовать. Потрясающе. Я им очень благодарен. А теперь подумайте, глядя на это. Буквально полминуты. Это такой тест Рорширха. Знаете, брызнули на кусок бумаги пятно чернильное и говорят пациенту, а что там нарисовано? И кто-то говорит, я вижу лебедя, а другой говорит щупу, а третий говорит рака, а четвертый говорит девушку, а пятый говорит жениха. Гадание на кофейной гуще на этом построено. Что вы там видите? Так вот, я, например, люблю рисовать глаза. Потому что во взгляде уже все дано. Видите, нимб такой? Нибб такой. А это как оперная певица? А теперь мы сделаем такую жрицу. Или кого мы сделаем, друзья? Смотрите, и как на кофейной гуще. Мы будем все вместе отвечать сейчас на вопрос, как сократить кризисы и войны на планете. Я знаю один секрет. Этот секрет заключается в том, что даже люди, которые по своему и на типу, они долгожители, долгожители. И много могут жить вот поэтому страдая каждый день, что они сейчас умрут, что они сейчас умрут, что у них смерть лежит за плечами, здесь болит, здесь болит, и там болит. И живут долго. Почему? Напишите мне, почему. А если не знаете, я вам в следующем ролике отвечу. И я вам скажу, что нужно делать для того, чтобы эти друзья, они не страдали так каждый день, а каждый раз страдая, вдруг вспомнили, что это не первый раз, не первый раз, и что так было много раз и много раз, они каждый раз страдали, думая, что сейчас случится что-то, а потом на следующий день оказывается, и дальше жили, и глаза открывали, и надо чувствовать, и помнить. Вот это бесценность живого. Да-да-да, друзья. Итак, пишите комменты, мы дорисуем эту картину, мы из чёрного сделаем зелёное, и, конечно, сделаем голубое, как небо, чтобы человек мог это небо, эту красоту сочетать с нашей землёй, соединить это ян и инь, и эту бесконечность открыть в своей душе, используя энергию страха, как стресс-трамплин для создания произведений, налаживания личных связей с самим собой, качая эндорфин, качая эндорфин, сжимайте вот так кулаки, когда вам плохо, и шею, голову, и шею, вот так вот делайте, кому плохо, и выговаривайтесь, 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 и заметите, что вам становится легче, качайте эндорфин, когда вам плохо, вместо вот этой неопределённости, которая вас захватывает в момент страха, и вы начинаете себя накручивать, и вспоминайте любимое дело, которое вас ждёт, потому что, приступая к любимому делу, вы из этого своего состояния через ноль выходите в поток, и потом у вас начинается состояние счастливое, прекрасное, о котором мы будем говорить в нашей райской группе, для развития творческих качеств и создания изобретений, где будем много-много грузить себе вопросов в голову, а потом засыпая их решать, и просыпаясь потом с открытием, и делать вот всякие вот такие вот патенты, изобретения, да-да, райская группа, и так, чтобы туда попасть, через недельку примерно, я закончу только вопросы, с каждым желающим проведём вот так вот встречу в WhatsApp или в Telegram, короткую, чтобы я пойму, кого взять туда, кого не взять, и будем быстро развиваться, быстрее всех на свете, потому что кто не развивается, тот деградирует, это закон прерыва, и так, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok